Прям буквально секунду назад мне удалось пообщаться с Альбертом, человек, который купается зимой в океане, он морж, он 15 лет живет здесь, на Брайтон-Бич, в Бруклине, вот. Сейчас я сделаю, вернее, уже сделал по нему видео, это будет тоже на нашем канале в YouTube. Итак, поговорим сегодня о визе F1-F2, это та виза, которую можно либо получить у себя на родине, либо получить ее здесь, ехав в США по визе B1-B2, туристическая виза, или каким-либо другим способом. То есть, вы приезжаете в Соединенные Штаты, вы обращаетесь в школу английского языка, либо это может быть колледж, вот, мы, кстати, тоже делаем видео по поводу колледжа, с которым мы взаимодействуем. Это колледж на Бродвее, Эйса, колледж, по нему мы сделаем видео. Так вот, вы приходите в школу, заполняете анкету, предоставляете пакет документов. Кстати, вот по поводу документов, там особое требование к вашему банковскому счету. То есть, если вы меняете статус с туристической визы на F1-визу, то вам необходимо показать, что у вас есть на счете 18 тысяч долларов. То есть, и они не просто должны там лежать, они должны там лежать и обязательно как-то крутиться, вращаться. Вы должны что-то на них покупать, то есть, показать, что у вас счет работающий в течение не менее трех месяцев. То есть, если вы, допустим, думаете взять деньги у родственников или у кого-то одолжить 18 тысяч, положить на счет, на свою карту, показать, что у вас есть деньги, это не пройдет. Так вот, если у вас все нормально со счетом, у вас есть 18 тысяч долларов, вы показываете их на карте, вы показываете, что у вас был какой-либо оборот, заполняете, вернее, школа вам заполняет необходимые формы. За это они берут чуть больше тысячи долларов, они оплачивают сервис номер 200 долларов и отправляют ваши документы в службу эмиграции гражданства. Вот, если с вами есть супруга или супруг, которые тоже хотят въехать по этой визе, но у них нет денег на переход, причем самое интересное, что если, допустим, супруг или супруг хотят тоже учиться, то им будет скидка 50%, то есть, вы от всего должны показать 27 тысяч долларов, то есть, 18 тысяч и 9. Вот, и супруг или супруг получит визу тоже F1 и может спокойно учиться. Если, например, таких денег нет и есть деньги только на одного человека, то тогда человек, ваш родственник, близкий, с которым вы живете, въезжает по визе F2, но по этой визе он не имеет права учиться, то есть, нигде. Вот, ну, например, в нашем колледже вы можете поступить либо на курсы английского языка, либо сразу поступить в колледж, то есть, на какой-то факультет, там много разных всяких программ, но для этого нужно показать тест. Вот, если, например, взять обучение на курсах английского языка, это будет стоить вот сейчас со скидкой, я узнавал, это колледж на Бродвее, будет где-то ориентировочно 1200-1300 долларов за один семестр на человека. Это со скидкой с февраля, правда, месяца 2017 года, они хотят немного повысить цену, но посмотрим. Сейчас, в данный момент, цена такая. Если говорить про колледж, то цена за семестр будет около 3500 долларов на человека. Учиться вы можете каждый день, с утра до вечера, либо выбрать себе 5-дневный срок обучения, то есть, приходить 5 раз в неделю, либо вечернее время по 2 часа. То есть, график можете выбрать сами, и на цене это никак не отразится. Но, конечно же, если вы приехали в Америку, не зная английский язык, естественно, вам нужно чаще бывать там, там очень много интересных людей. Вот я, например, буквально в лифте поднимался, стояли три парня, подходят ко мне, ну, вернее, мы стоим рядом с ними, они говорят, ну, ты здесь учишься? То есть, я говорю, нет, хочу поступить, ну, вошли в разговор, то есть, все дружелюбные, все понимают, что там хотят, то есть, готовы сдружиться, готовы чем-то помочь. Это я ощутил сразу же. Так вот, вы приходите в школу, вы можете это сделать самостоятельно, даже без английского языка, вам нужно просто попасть на рецепшн и сказать, кто говорит по-русски, где менеджер, который может помочь мне. Вот вам дают анкету, на английском языке, там, по-моему, 5 или 6 пунктов, вы их заполняете, на английском языке показываете адрес, телефон, пишете, куда вы хотите. То есть, там есть два варианта, либо вы международный студент, либо вы тот человек, который уже живет здесь, либо в статусе беженца, либо по гринкарте и так далее. Вот, и подаете эту анкету. Дальше вас вызывает менеджер, вы оказываетесь в комнате у менеджера, менеджер вам все рассказывает на русском языке. Вы проходите тест, ну и начинаете хоть со следующего дня учиться. Правда, сейчас идет набор на февраль месяц, если мы говорим про курсы в колледж, то есть, если на какой-то факультет, если школа английского языка, которая там же присутствует, вы можете пойти на следующий день, единственное, что нужно пройти тест, показать знания вашего английского языка. То есть, все очень просто, изучаете английский язык, учитесь на любом факультете и спокойно дальше работаете и достигаете свою американскую мечту. Благо, здесь это возможно. То есть, вариантов на самом деле множество. Советую всем здесь оказаться. Это классная страна, это замечательные люди. Подписывайтесь на наш канал, заходите на наш сайт usadfiz.com и в нашу группу Facebook, которой фактически занимаюсь я, но мне еще помогают, но основная наполняемость за мной. Всем всего доброго, увидимся в США. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok